Приветствую вас, и вы знаете, я хотел бы вам сказать о том, что это очень интересный опыт для меня, потому что никогда ранее мне не приходилось работать с таким вот форматом, да, то есть не хочу говорить о том, что я там какой-то умный или что-то еще, но обычно мне хватало всегда одного раза прочитать текст, чтобы понять проблему и потом как-то работать по ней, но в этот раз, ну не поверите, пришлось прочитать несколько раз, даже не два, а чуть больше, чтобы более-менее отдавать себе отчет в том, что вообще у вас происходит, потому что понимаю, организация большая, если не большая, это достаточно сложная, или может быть это сложно для меня, потому что я ранее не имел где делать, еще раз повторюсь, с такими вещами, вот, поэтому я хотел бы вас заранее попросить прощения, если что-то будет не так, если я что-то не понял, поэтому, на самом деле, я очень старался как можно более глубже вникнуть в то, что вы пишете, потому что понимаю, насколько это вам важно. Значит, первое, что мне хотелось бы сказать, это, кстати, такой общий срез того, что мне видится. То есть проблема заключается в том, что вот вы, можно сказать, смужен, играете роль плохого и хорошего копа. То есть вы хороший коп, в том плане, что вы, да, расследительный, вы коммуникативный, вы, в общем-то, легко адаптирующийся человек, а муж ваш, это человек, полная противоположность его вам. И да, у него есть какие-то задатки, у него есть талант, у него есть определенные качества, но эти качества мужчина в себе не развивает вообще от вас, и поэтому находится в менее выигрышном положении, чем вы, и, соответственно, он находится в более уязвимом положении, чем вы, от чего происходит его зависимость. Его зависимость отчасти от вас, его зависимость отчасти от окружающих, что ему не нравится. И первое, что нужно понять здесь, это то, что есть некий конфликт, конфликт интересов. То есть, с одной стороны, мужчина хочет, чтобы у него все получалось, чтобы он был на коне, чтобы он был вот там самым главным, самым первым и так далее, да. С другой стороны, мужчина тяжело вас нанимает новую информацию, тяжело чему-то учиться, и уж точно не любит некоторые вещи, которые, ну, достаточно тесно связаны с тем, чем вам приходится работать. Значит, я прочитал то, что вы написали, я прочитал те направления, которые вы описали, и понял примерно, как это все работает. Значит, ваш изначальный вопрос, запрос был в том, чтобы как-то разграничить вашу деятельность, но по ходу, по ходу, значит, письма, вы определили некоторые другие задачи, вы задали некоторые другие вопросы, и я постараюсь эти вопросы разобраться. Но прежде чем это сделать, я хотел бы у вас вот что даже не спросить, а я хотел бы у вас прояснить, чтобы вы сами себе набудли, если этот вопрос задали. У вас, а в тексте, есть такое выражение, что вы работаете вот на своей женщине, на струна, что вы, как бы, в общем, развиваетесь как женщина и так далее. Как жена, как супруга, вы об этом говорили, не только в этом бессмерном, и раньше вы говорили, вот. И вместе с тем, вы планируете заниматься достаточно плотной, как я понял, работой, вот из-за того, что вы написали. Я, конечно, могу ошибаться, но вот это вот третье направление, в котором вы хотите работать, решили добра потребителей, и четвертое, это строительство. Строительство, мне кажется, это очень много труда и времени от вас потребует. И момент, который я хотел бы, чтобы вы прояснили, заключается вот в чем. Если вы решили для себя, что занимаетесь своей женщинством, то сложно будет совмещать мягкость женщин с большим объемом работы, где вы будете занимать, конечно же, не последнюю дозу, где вы будете чувствовать себя, ну, ключевым игроком, где вы будете руководить людьми, а вы уже сейчас это делаете, для вас это уже не проблема, и где люди будут вас слушать. И происходить будет что? Есть те, как, вот, например, Денис, которые вас, как бы, оценивают, которые вас видят, которые отдают себя очередь в том, что вы, по сути дела, из себя представляете. А представляете вы себя очень грамотного, умного, образованного, верного, профессионального человека. И здесь, чтобы вы не смущались, и чтобы вы не думали, что я вас хвалю, или лишу, я хочу сразу оговорить, что, понимаете, листья актуальна тогда, когда имеет, знаете, значение для того, кто листит. Для меня нет никакого личного эффекта, личного выгода от того, что вы будете думать о себе лучше. Поэтому прошу отнестись к моим словам не как к комплименту, как вы говорили ранее, обрется как к своих характеристикам. В принципе, я думаю, что вы тоже можете меня охарактеризовать как-то. И я понимаю, что вряд ли там будет листья. Потому что листь не сделает ничего хорошего. Лесть это и листья. Так вот, продолжаем. Значит, будут люди, которые будут вас оценивать, которые будут вас воспринимать такой, какая вы есть, и видеть ваши ценности. И вы знаете, эта ценность, она ведь так просто никуда не уйдет. Она будет с вами. Вы будете эту ценность осознавать. Вы будете понимать, что вот достойные люди с вами считаются, достойные люди к вам присутствуют. Достойные люди там следуют вашим рекомендациям и так далее. А муж, который, мягко говоря, уступает, уступает в том, ну вот, в чем преуспели эти люди, то есть являясь объективно хуже этих людей, он с вами не считается. И вот вам лично будет это очень тяжело преодолевать. То есть у мужа в этом случае вам нужно раскрыть такие положительные стороны, которые бы купировали вот эти отрицательные. В противном случае вам будет очень тяжело ужиться с ним и мириться. Все с его упрямством, с его своеволием, с его уверенностью в себе граничащей с глупостью иногда. Это первый аспект. Если вы не уверены в том, что вы сможете вот найти эти положительные стороны, то простите меня, но я должен вам тогда задать вопрос. Этот вопрос, который мне отвечать не обязательно. Главное, чтобы вы сами на него себе ответили. А нужны ли вам все эти направления, которыми вы хотите заниматься? То есть понятно, первое направление ведете вы с мужем, и о нем мы поговорим еще. Второе направление ведет ваш муж и собственно только с ресурсами вашей организации. Третье направление это ваша мечта, что это направление, до которого вы еще только готовите к запуску. Ластично предположить, что работы у вас очень много. Это даже говорить вы дальше по тексту вы пишете. И я бы спрашиваю вас, работа не помешает вам сохранить и приумножать все личностные, женственные качества, которые у вас сейчас есть. Потому что при тех условиях, которые мне видятся, своего мужа вы сможете воспринимать адекватно, так хорошо и позитивно только в том случае, если не будете себя ему как бы противопоставлять. А это противопоставление оно есть и оно рассматривается даже с учетом всех ваших усилий по поводу разделения и вы понимаете, что вы лучше своего мужчину разбираетесь в каких-то моментах. Вы знаете, что вы просто более приспособлены к той деятельности, которой вы занимаетесь. Ну, простите меня, если я ошибаюсь, это вытекает из всех профессиональных описаний, которые вы дадите. Это первый момент, который очень важно было озвучить. Я прощаю о нем подумать, и если вы решите для себя, что вы смотрите в своем муже раскрывать какие-то положительные качества, то это хорошо. Тогда у вас получится семью сохранить и теплые отношения поддерживать и развивать и одновременно с этим работать. Но еще раз повторю, вам нужно себе знаете как, у себя в сознании отдать своему мужу в правду первенства в том, чем он работает. Причем правду первенства в том, что он сейчас делает без тех требований, которые вы выдвигаете. То есть без тех обязательных условий для директора, которые вы описываете. Эти обязательные условия для директора обучения, находиться вне организации, охватывать весь бизнес и так далее. Ваш муж делает так, как он делает, и если у него это получается, я понимаю, что у него это получается с вашей помощью, вы говорите, что если вы уйдете, всё развалится, об этом я тоже хотел бы сказать, но немного и чуть-чуть позже, то соответственно это всё-таки восприятие вашего мужа, ну не в том виде, в котором нужен для позитивного к нему отношения именно в контексте работы. И муж вообще это чувствует, муж это знает, и до тех как можно пока вы будете считать так, ну могут быть проблемы, могут быть проблемы. Надеюсь, эту мысль я вам тоже донёс правильно. Теперь мы пойдём немножко по тексту, и первое сразу первый момент, который бросается в глаза, он буквально вот где вы описываете третье направление, то, что мужчина не хочет работать в этом направлении, не хочет работать в защите прав потребителей, потому что это много борьбы с юристами, а он с юристами работает, не хочет того, чтобы много дел проиграл, и это его во-моему сломило. Знаете что Ирину? В этот момент он я почему на него обратил внимание? Потому что действительно почему мужчина не хочет будучи юристом и будучи талантливым юристом, как вы говорите, почему мужчина не хочет заниматься этой сферой? И почему будучи талантливым юристом он проиграл много дел? и почему он не хочет пытаться вновь? Его сломило? Знаете, я не думаю, что его сломило. сломленные люди они может быть он находился в какой-то депрессии может быть да, ему все-таки не нравилось, но скорее всего скорее всего дело здесь не неусловленные а в том, что ему не нравится чувствовать себя проигравшим, не нравится чувствовать себя слабее кого-либо и так да. И знаете, в этом случае, в этом контексте, в этом моменте вам нужно сделать так. Вам нужно со своим мужем вот знаете, пригадать момент, когда речь зайдет про дела, про юридические тонкости. Я тоже, кстати говоря, юрист по первому образованию, но не работал никогда в специальности силу ряда причин. Вот. Ну, какие-то знания еще остались. Давно, правда, это уже было. Вот. Так вот, вы можете обсуждать дела громкие в своем мужем. Ну, например, вот я понял, что вы живете не в России, но тем не менее, попробуйте в мужем поговорить, например, про дело Камень-Каменщика, да, это директор аэропорта Домодедова в России и так далее. Поставайте выкинуть его на обсуждение именно вот дел. И спросите, ну, а вот ты бы не хотел защищать там кого-нибудь, быть адвокатом допустим и так далее. То есть поднять такую тему. У меня есть знакомый, он сейчас как раз получает статус адвоката. довольно сложный процесс, я думаю, вы знаете. И мы не говорим о том, чтобы мужчина именно занимался адвокатской деятельностью, мы говорим сейчас именно о том, чтобы понять, что мужчина напрягает. Так вот, он проигрывал дела потому, что у него не было достаточно знаний. И, знаете, основная мысль, которую вам нужно до мужа своего дознести. Лучше простите меня, пожалуйста, если вы это делали. Ну, у меня просто не было никаких доказательств этого и вопроса какого вы не задавали это моя личная инициатива это разобраться. Вы ему скажите так, вот ты не хочешь проигрывать? Наверное, нет. Для вас, чтобы не проигрывать, нужен опыт. А чтобы был опыт, можно учиться. Нужно учиться и постоянно развиваться. Что делать, скажете вы, решать тебе. Но если ты не будешь учиться, ты не будешь развиваться, ты не будешь повышать свой кругозор, ты будешь проигрывать. Если ты не будешь постоянно расширять свои горизонты, у тебя будут большие и большие проблемы постоянно и все время. Вы скажите ему, что вам все равно. Так и скажите, мне да простите, все равно. но не хочется, чтобы ты был достойным того, что у тебя есть. Мне хочется, чтобы ты развивал свои таланты, чтобы ты развивалась, чтобы ты делала то, что тебе хочется, чтобы ты был уверен в себе и т.д. А эта уверенность достигается только на счет успеха. А успех не может приходить. Приходить без постоянного развития, без постоянного прогресса. Какой бы талантливый человек ни был, если он не учится без учебы, к сожалению, ничего нельзя сделать. Причем учеба-то какая? Мы не говорим про учебу ту, которая обязательно с экзаменом. Мы говорим про ту учебу, которая просто повышает какие-то знания, повышает количество знаний, повышает качество знаний и так далее. Это какие-то практические навыки. И в этом, в принципе, нет ничего сложного. Едешь в машину, включи какую-нибудь аудиокнику, сидишь в интернете, тоже включи что-нибудь, и все. Этот процесс обучения, благодаря современной технологии, можно очень органично включить в современную жизнь. Важно только этим хотеть заниматься. Вот спросите у мужчины, а чего он вообще хочет? Хочет он быть успешным или нет? И вы писали о том, что он не хочет быть организацией, что он делает это ради вас двоих. Об этом мы тоже немножко скажем чуть позже. Следующий момент, который мне хотелось бы вам рассказать, заключается в том, что мужчина обезопасил себя и, значит, только не купил себе пистолет, по вашему мнению. Значит, что здесь у нас имеет место быть? Здесь имеет место быть страх, страх перед системой, осознание, что если тебя захотят как-то, ну, растоптать, то это же их сделают. В любом случае, хочешь ты этого или нет? В общем, будучи человеком достаточно, ну, как бы так сказать, будучи достаточно практичным и одновременно в то же время достаточно умным, и вместе с тем человеком достаточно пессимистичным, как я понял из вашего письма, он не приемлет каких-то хороших моментов. То есть ему лучше восстановить какую-то определенную безопасность, да, спрятаться за внешним каким-то стабильным моментом и этим и заниматься. И вы знаете, если у мужчины, ну, у мужчины и его возраст уже такое отношение, такое вот восприятие, то вряд ли он будет его менять. Хотя бы потому, что, ну, если у него стынет, это значит, что он неправильно шил, а если он неправильно шил, это удар по гордости. То есть я неправильно шил, я должен что-то менять, значит, я ошибался. Принять, собственно, ошибку для такого мужчины очень тяжело. Во многом потому, что у него хорошо развиты механизмы защиты. Механизмы защиты, конечно, ну, можно прорабатывать психоаналитиком, но эта работа, эта работа большая, и вопросом в том, хочет ли он этого мужчина или нет. Поэтому, когда вы говорите, что вы считаете его юристом от Бога, и что у него удар, это, может быть, так и есть. Но тот, что натворил его на палочку, стал ответственным его глубокой убежденности. И эту глубокую убежденность вам лично преодолеть будет сложно, по моему мнению. Ну, потому что вы не смогли за все время его как-то заставить работать в том направлении, а дела он проигрывал. И здесь вам, ну, постарайтесь воспринимать его, такую вот здоровую паранойю, как часть его, и без смеха, без сарказма, постарайтесь принять то, что он делает. Это очень важно. Далее вы описываете свою деятельность, описываете то, что вы делаете, из чего я сделал вывод как раз-таки, что ваша работа, она гораздо более многоплановая, она гораздо более, знаете, важная, она гораздо более, как бы так сказать, каркасная, то есть на ней съездится, да. И именно из этого я сделал вывод, что вы гораздо более профессиональные подковы, чем ваш муж, который, в принципе, ну, довольствует с тем, что есть. И предпочитает не рисковать. Вы же понимаете, что нужно идти вперед всегда. Да, и именно этот момент, он вас определенно и раздоривает. Вот он у нас, ваша жизнь раздорит. Надеюсь, я смогу вам показать почему. Итак, значит, первая проблема, которую вы пишете, это ежедневная планерка. Муж раздражает, как вы общаетесь, как вы проводите ее, и вообще ваше общение с ним, он видимо убегает с них. Ни один шаг не позволяет себе не ответить на письмо, не дать подтверждение задачам руководства, кроме игр. Вот, здесь вы пишете, что он трогает все процессы. Значит, смотрите, какой момент. Вы пишете, что вы отправили письмо помощнице, чтобы она допускала, и Игоря поставили в известность. Он поднял вой. А вы подумали, вот как надо делать, оказывается. А сколько это правильно? А, значит, смотрите, какая вещь. Мужчина, он главный. И он привык к тому, что он главный. Но негласно какие-то обязанности на вас он перевел. И ему нравилось, что вот то, что он на вас как бы сбросил, вы выполняли. Но при этом ему нравилось ощущение, что какие-то моменты все равно завяланы только на нем. Но это давало ему чувствовать собственную значимость. А теперь, когда вы пошли как бы в обход его, он понял, что вы можете делать что-то странное. И сейчас он взялся на него, что его поведение будет вызывать у вас соответствующую реакцию. И эта реакция либо ему понравится, то есть он, ну вот так для проформы попротестует, а потом как бы молчаливо согласится. Либо будет действительно более активно участвовать в процессе и не станет его тормозить. То есть с точки зрения вашего поведения вы поступили совершенно правильно, потому что вы его сколыхнули. Вы заставили его проявить какую-то реакцию по отношению к тому, что уже давным-давно накипело. И по этой реакции вы сможете судить о том, какое будущее у вашей деятельности такого рода. То есть, либо вы вообще с ним никак не перетискиваетесь по этому поводу и делаете все сами. Либо он более актуально, более активно реагирует на то, что вы сделали. И, отвечая на ваш вопрос, насколько это правильно, это абсолютно целиком и полностью верно. Теперь дальше. Второй момент. Значит, достается, больше всего вашей помощницей управляете вы ей, как бы, управляете вы ей вместе с мужем. Муж получает использовать ее для своих целей, а вы используете ее для своих целей. И, как я понял, часто указания, ну, ваши указания вступают в противоречие в лице этой девочки. И девочка не понимает, она понимает, что, скорее всего, через нее вы выращаете свои личные амбиции. И, конечно, это очень не нравится. Она, вот, говорит, ну, или думает про себя, что муж там на вас растет в лице, да, и гоняет, например, ее. Или вы гоняете ее, мужчина, мужчине это не нравится. Он считает, что через нее он может как-то навредить или как-то утереть на вас вам. То есть, она чувствует себя аргументом в споре между вами. И в этой ситуации, я думаю, что, в первую очередь, вам нужно сделать следующее. Вывести ее на разговор, то есть, просто пригласить ее в кафе и поговорить с ней наедине. Потому что иначе, ну, она действительно может уйти. И второй момент, брат, надо было спросить ее, чтобы она честно ответила вам вот на какой вопрос. С кем ей лучше работать, а с вами или с вашим мужем. И в зависимости от ее выбора, договориться с вашим мужем, чтобы указание ей давал только один человек. То есть, либо вы, либо он. В зависимости от того, кого выберет эта девочка. Я уверен, что если она выберет вашего мужа, то вы ей никогда ничего не укажете. Вы никогда ей никакого поручения не дадите. А вот если она выберет вас, а у меня такое чувство, что она выберет, скорее всего, вас, то быть уверенной в том, что муж не даст ей указание, к сожалению, нельзя, судя по всему. Хотя, если ваш мужчина же как слово и гордый, то он, может быть, действительно это все не будет делать так. Но, тем не менее, в суде нужно продумать механизм защиты. Каков именно механизм защиты продумать, мне сказать, достаточно условно, потому что я не очень представляю, как это работает. Но, тем не менее, могу сказать вам следующее и очень важное. Если требуется какое-то документарное подтверждение, пререгатив и обязанности этой сотрудницы, его нужно описать, писать, как-то означать. Если требуется трехпезонняя встреча, вы, муж и она, обязательно эту встречу проведите. То есть человеку нужно четко представлять, что, кто от него чего требует. И чтобы это не вступало в противоречие. Чтобы морально, моральные и личные интересы, там, мотивы и так далее, не противоречили профессиональному. Это очень плохо. То есть девочку нужно защитить. Как защитить? Я надеюсь, что вы примерно поняли. Ну, то есть общий базовый я вам дал, форму вы, я надеюсь, приводите в ту, которую сами посчитаете просто более удобной. И обязательно поговорите с ней, обязательно, если не хотите ее терять, пригласите в кафе на личную встречу в режиме тет-а-тет. Обсудите с ней все, что ей не нравится. Позже лучше всего будет, если вы сами расскажете не то, что вы написали, вот, по сути, во второй проблеме. То есть то, что вас волнует по пунктам два. Если вы вот это все просто, ну, кроме Дениса, конечно, наверное, Дениса, не надо поговорить про Дениса и про его организацию. Организация состоит только то, что в другой компании и иерархия более четкая, например. И все. Вот. И, собственно, это даст доверие, создаст доверие между вами и девочкой. Девочкой в большей степени, чем есть сейчас, и недосказанности не будет. То есть если вы чувствуете, что наши прилиги и симптомы невысказанности, то их нужно снять. Но не снять, чтобы девочка высказала вам что. Внимательно, чтобы она сделала это эмоционально. То есть чтобы она все эмоции выплеснула, вам увидела, что вы готовы ее слушать, что вы понимаете, что вы не осуждаете, а наоборот на ее стороне. Тогда, я думаю, вы сможете прийти к какому-то компромиссу. И этот компромисс как-то вам поможет, вам сохранить ее у себя и не потерять такого ценного для вас человека. Знаете, у меня такое ощущение появилось, что вот я вам это сказал, и у меня такое ощущение, что вот, ну, не знали ли вы этого сами? Прям потому что это менеджмент, насколько я понимаю, это даже не совсем отношение, не совсем психология. Ну, если что, сказал что-то вам очевидное, простите, простите, пожалуйста, я стараюсь вам помочь. А третий момент, это момент, который мужчина говорит, что компания ему не нужна, что он делает только ради вас и так далее. Ну, во-первых, да, я понимаю, что для вас это своего рода препятствия, я понимаю, что вы чувствуете, что он вас предал, я понимаю, что он, как бы, сказал, что вот ему ничего не надо, ему ничего не нужно и так далее. На самом деле, вам нужно ответить себе на вопрос, насколько велика вероятность того, что он указывает. Вот, он насколько велика вероятность того, что он указывает. Если, 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 есть ли шанс того, что он блефует, если есть, а мне почему-то подсказывают, что есть такой шанс, и шанс достаточно большой, то то, что он говорит, это браван. То есть браван, чтобы показать, как он не зависит. Нет, ну, вы сами подумайте, просто попробуйте подумать, просто порассуждать. Мужчина осознает, что он во всех отношениях хуже вас. Ну, кроме, наверное, на том, что в юридических моментах вы говорите, что он там талант и так далее. Он даже в этом, по-моему, в описании, что делал и выиграл. Значит, мужчина чувствует, что он во всем хуже вас. Но это не во всем, по крайней мере, довольно много. И тут еще получается так, что вы ему говорите, что, ну, давай я уйду, компания вся будет твоя. То есть вы говорите, что давай я уйду, чтобы, чтобы не отнимать у тебя твой кусок пирога. Давай я уйду, говорите вы ему, практически, чтобы тебе не мешать, потому что со мной ты не можешь спокойно жить, спокойно работать. А для мужчины признать это, ну, почти фактически признать слабость, фактически признать, что он слабее вас. А он не может признать, признать, что он слабее вас, потому что вы его жена. И он хочет с вами быть сильным. И для него это, брат, ну, не то-то неприемлемо, для него это невозможно. Он на любые пойдет ухищрения, лишь бы доказать вам, что он не боится, не цепняется вас, и что ему вообще-то говоря ничего, ничего не надо, и делает это ради вас двоих. Вот именно так это выглядит со стороны. То есть мужчина просто не в силах признает, что он слабее вас. И для него это невозможно, потому что так чувствует, чувствует, что позиции его не самые крепкие, а с вами он должен быть сильным, с вами он должен быть самым лучшим, и так далее, и так далее. Потому что вы видите, Бог, женщина достойный, и слабого мужчину вы никак воспринимать не будете. А если вы уйдете, он будет именно так выглядеть, слабым мужчиной. И для него это будет очень сильным унижением. И на него будут все смотреть, типа, ну вот, там, Ирина ушла, ты теперь свободен. А Ирина, все знают, кто была Ирина, и кем была Ирина, и кем был ты, Игорь. И он это будет чувствовать. Поэтому он вряд ли на сердце согласится, скорее, действительно уйдет сам, чем позволит, например, уйти вам. Для него это будет поражением, для него это будет унижением, для него это будет оскорблением, наверное, даже. И поэтому, да, ему проще и легче, наверное, все-таки, ему проще и легче все-таки говорить, что ему самому ничего не надо, что он может работать без его. А в самом деле, я не думаю, что это так. Весь вопрос в том, насколько он готов противопоставлять свои личные обидцы, желаниями иметь в собственную организацию и дел. А этот вопрос, к сожалению, нужно ответить вам, потому что человек это третий. То есть, как бы, я вашего мужа не знаю лично, с этим не работал. Вся имеющаяся информация у меня только с ваших слов, а это все-таки достаточно субъективно. Поэтому на этот вопрос, к сожалению, вам тоже придется ответить самой. Только вы знаете, может ваш мужчина вот так все бросить, ради того, чтобы не выглядеть как заоскорбленным, униженным, обиженным, проигравшим. Следующий момент. Вы пишете, значит, что если вы уйдете, то все развалится, а если не развалится, то роста как бы на кого не будет. В тот же момент, знаете, достаточно тонкий. Почему тонкий, спросите вы? Тонкий потому, что я много слышал, вот не буду от вас скрывать, я много слышал праз, что если я уйду, то все развалится, если я уйду, то все сразу становится и так далее. И как-то вот лично вам я верю, верю, лично вам я верю в том, что вы говорите. Лично вам я верю в том смысле, в котором вы пишете, что действительно все развалится, если вы уйдете, действительно все остановится, если вы уйдете, потому что вы двигаете организацию вперед. Я это не вижу. Но давайте попробуем сделать так. Давайте попробуем представить следующее. Насколько велика вероятность, что все развалится? А насколько велика вероятность, что роста как-то того не будет? Насколько велика вероятность того, что Игорь увидит, что вы ушли, он свободен, теперь всем заправляет он, и ему придется решать все вопросы, и он будет сам обеспечивать рост компании, но не такой, каким он был бы с вами. Но он будет другим, он был бы другим. Не таким, как с вами, но другим. Просто в другом направлении. Может быть, рост был бы. Каковы шансы? Обсудите с Игорем эту позицию, если нужно. Скажите, что вот тогда я, к сожалению, вижу, что, ну, что мешает тебе, я вижу, что ты из-за меня не можешь нормально работать, да и понимаю, что не могут не влиять личные отношения на профессиональные, а профессиональные на личные. Ну, мне эта компания дорога. И я готова оставить ее, если ты обещаешь ее, там, ну, как-то двигать вперед-вперед, или что-то еще. То есть момент здесь очень сложный, момент здесь неопределенный. Я не имею представления о том, какие профессиональные навыки у Игоря, на что он способен, на что он готов. Это на эти вы. И то, что вы пишите, то же, что ему удобнее играть роль босса, играть роль начальника, чем быть им. Если это так, то тогда вам нужна единственная ваша, как бы, стратегия, это в том, что вы делаете все, что требуется от вас, все, что не хочет делать Игорь, делаете сами. Если Игору кто-то не нравится, он вам там определяет цитинфи, вы спокойно ему говорите, что хорошо, хорошо, я не хотел тебя беспокоить, хорошо, в следующий раз ты будешь делать это сам. Вот и все. Но имею в виду, что делать это нужно там, по сроку. То есть не тянуть. И все. То есть о конкретных ситуациях, ну и конкретный разговор. Мужчине, как адепту формальной логики, а все мужчины, а не мыслов, именно формально. Мужчине, как адепту формальной логики, нужно как можно более конкретно дать понять, с чем вы руководствовали, когда делали что-то в обход него. И если вы такое понятие ему дадите, то я не думаю, что будут большие проблемы. Главное, чтобы не было задето его эго. Вы можете даже немного скеприть и сказать, что я видел, что ты слишком занят, и не хотелось об тебя беспокоить, но если ты считаешь, что это важно, пожалуйста, в следующий раз я дам это тебе, и ты будешь что-то делать. Еще раз прости, например, вы можете сказать, поступить здесь со мной эстастично и дать почувствовать мужчине, что вы осознаете его значение, значение мужчины, больше, чем нуст. Больше, чем она есть на самом деле. Вот здесь как раз почувствуйте ему чуть-чуть, потому что от этого есть прямая выгода. Понимаете? Есть прямая выгода. Выгода – ваше более лучшие отношения между собой. Следующий важный аспект, как вы говорите, у Игоря есть проблемы с деньгами. Вы написали, что он сильно меняется, когда проявляются деньги, становятся другим. Ну, вот, знаете, не написали, каким он становится. То есть написали, что становится другим, а каким другим? Не написали. Ну, впрочем, ничего страшного, это не критично, хотя было бы интересно, конечно, почитать, может быть, это как-то могло бы немножечко понять, что вы задали человека, но тем не менее, это не важно именно в контексте данного вопроса, потому что ваш вопрос заключается в том, может, он будет учиться? Поскольку вы пишите мне, я не думаю, что вопрос риторический, я вам отвечу так. Если от юридического семинара игры увидят какой-то реальный успех, реальный какой-то результат, реальное улучшение, то поверьте мне, учиться он будет. Не знаю как, может быть, он не будет прямо проходить юридический семинар, может быть, он будет сам изучать юридическую литературу и так далее, но он будет учиться, он будет получаться в ругодор, если вы увидите с этого прямой результат. То есть, если между его обучением и его деятельностью возникнет четко причинно-следственная связь связанное с улучшением, если говоря языком логики будет подлежащим и предикат, то он будет учиться. Если предикат будет неявным, то нельзя говорить о том, что мужчина будет учиться. У него нет желания, как у вас, постоянно развиваться, но у него есть все силы для того, чтобы развиваться исходя из необходимости, исходя из нуждаемости. Вот это ключевой момент. То есть, я надеюсь, понятно. Есть люди, которые учатся не любят. И эти люди, они учат, если учатся, то только ради достижения какого-то конкретного результата. Вот этот конкретный результат, если у Игоря будет, он будет учиться дальше. Просто вот сюда будет результат. И все. Ну и нужно сказать, что знания, которые он будет получать в процессе обучения будет носить исключительно характер практический. То есть, это будут именно конкретные практические навыки для того, чтобы обеспечить Игорю какую-то большую эффективность. И эффективность, скорее всего, в том, где у него она уже и есть эта эффективность. То есть, к сожалению, мужчина ваш такой человек, который, ну, я не думаю, что будет прямо развиваться дальше, развиваться в других неожиданных сферах. Следующий момент, значит, вы пишите, что одно из некоммерческих партнерств Игорь передал управление человеку. Человек умер, и теперь это вновь на Игоря разваливается, вновь это на Игоря как-то перевешивается, да, и ему теперь будет еще более сложно, теперь ему будет еще тяжелее, да, вы пишете и собственно вы говорите, что вы боитесь, что вот то, что он передал, то, что это свалилось на вас, потому что он не может справляться, отразится на вас, но вы не знаете, как. Ну, скорее всего, давайте я сейчас напомню себе о том, что это второе некоммерческое партнерство, я прошу прощения, достаточно много всего, строительство, строительство и собственно говоря, то, что ваше третье направление это работа по защите прав потребителя, а здесь вы пишете, что значит, одно из некоммерческих партнерств Игорь передал. Значит, если он не может вам помочь третьим направлением, то получается речь идет о четвертом направлении, что это направление строительства. Значит, как отразится на вас то, что произошло? Ну, во-первых, возможно, вы будете проводить меньше времени вместе, во-вторых, Игорь, возможно, будет чувствовать себя более значимым вследствие его величества и увеличится его уверенность в себе, может быть, даже самоуверенность повысится в одном, но человек не гордится, то есть будет ощущать себя более востребованным, более значимым, и, соответственно, это будет оказывать давление на вас. Мол, типа, посмотри, какой я, какой я, да, я справляюсь со всеми моментами, там, и все, и вообще ты меня не ценишь, ты меня недостаточно восхищаешься. Важный аспект, что мужчина в мужчине возможно потребует одновременно помощь, и вы, возможно, будете больше говорить на профессиональные темы, на деловые темы, больше будете говорить о них, потому что, ну, когда больше появился дел, меньше свободного времени, и за счет того, что вы будете разговаривать больше на деловые темы, вы будете меньше обсуждать свои личные проблемы, а поскольку личные проблемы и, ну, не исчезнут, если какие-то проблемы есть, они не исчезнут, то они через смысловые конструкции деловых вопросов будут прорезаться, прорезаться в отношении, в отношениях ваших, в отношениях с другом, то есть проблемы личного характера, не имеющие выхода, да, не имеющие выхода, не имеющие выхода естественного выхода, будут реализовываться через, через, скажем так, проблемы деловых, делового характера, то есть те, по сути дела, через те формы, которые для них будут наиболее близкими, наиболее понятными, наиболее удобными, из-за этого могут возникать ссоры, из-за этого могут возникать определенные проблемы между вами, из-за этого могут возникать недоговоренности как в личной сфере, так и в сфере деловой, то есть по сути у вас могут быть проблемы как с решением вопросов деловых, да, так и с решением вопросов, собственно говоря, личных. и получается, что из-за этого вы не сможете должным образом решать и деловые проблемы, и личные. Чтобы этого не было, пожалуй, нужно продумать все-таки досуг, продумать, чтобы хотя бы сейчас вместе просто заниматься какими-то свободными, не деловыми вопросами, для того, чтобы ну, как-то отдыхать и в отдыхе решать какие-то обсуждать хотя бы какие-то личные ваши проблемы, личные ваши моменты какие-то. Далее, по вопросу помощи. Если честно, мне сложно сказать, будет ли мужчина обращаться к вам за помощью в этом разрезе? Или он может как-то сам эти вопросы решить? Но если мужчина будет обращаться к вам за помощью в этих вопросах, то я надеюсь, вы отдаете себе отчет в том, что для него это будет, мягко говоря, достаточно унизительно, для него это будет, он будет это делать, точнее, скрипя сердце, он будет делать это через силу, и вам желательно бы к этому относиться именно так, то есть, что мужчина через силу обращается к вам за помощью, и если вы вдруг чувствуете, что можете ему помочь, дабы лишний раз не проезжаться при его гордости, ну, просто, знаете, помогите ему, да, предоставьте информацию, как будто оно с собой разумеется, это и все, не попрекайте, не намекайте ему не наше что, и так далее, то есть, просто вот, раз, раз, и все, то есть, просто вот, холодным, обхраненным зоном, или наоборот, таким понимающим, терпеливым, дать ему рекомендации, и не более, не более того, то есть, здесь нужно проявить терпение, я бы так сказал, не терпение, а терпимость, терпимость и понимание. теперь, значит, вы пишите, что мужчина вам не доверяет, он не просто вам поможет, ему, и это связано, конечно, с тем, что я говорил несколько ранее, а ранее я говорил, что мужчина мало того, что чувствует, что, ну, его позиции по отношению к вам не такие уж хорошие, как хотелось бы ему, и из-за этого он, ну, скорее всего, испытывает даже стыд, наверное, значительно того, что он к вам за помощью вообще обращался, то есть, ну, просто вот те разы, которые обращался к вам за помощью, они, вероятно, для него имеют окраску стыда, и поэтому попросить вас о помощи, значит, признать свою слабость, опять-таки, ну, признать свою слабость для мужчины достаточно проблематично, я бы даже сказал, ощутимо и больно это бьет по гордости. И если Денис все-таки не был с вами в таких отношениях, да, ну, достаточно, скажем, близких, достаточно, скажем, таких, ну, романтичных, да, то есть, даже если какие-то чувства были, то вы умело их скрывали, то именно профессиональные отношения у вас были более ярко выражены, профессиональные отношения, и именно из-за того, что профессиональные отношения у вас более ярко выражены, у Дениса не было проблемой как-либо к вам обращаться по каким-то деловым вопросам. А с мужчиной у вас все-таки еще и личные отношения, вы муж и жена, и при этом явно боретесь за соперничество, и боретесь довольно долго, в течение длительного времени для мужчины тяжело, невозможно обратиться к вам за помощью. Он предлагал войти в состав вам данного некоммерческого партнерства, но это было сделано, чтобы вас купить, то есть это было сделано для конкретной цели, тогда мужчина преследовал определенную цель, то есть это не было его доброй воли, а именно, о доброй воле он вам, конечно же, ничего такого не предложит, потому что считает, что и так слишком сильно от вас зависит, это бьет по его самости, по его гордости, по его самолюбию и так далее. Он хочет быть более независимым от вас. Теперь по поводу вопросов, которые вы задаете. Насколько правильно, адекватно, с моей стороны, было дать ему управляющую должность генерального директора? Ну, вообще говоря, правильно, потому что вы считаете своего мужчину сильным, а сильный мужчина, ваш сильный мужчина принимает только такую должность генерального директора или начальника. И это мужчине под силой, это дало ему понять, что вы, как бы, осознаете его силу, это дало мужчине понять, что вы не возносите себя над ним, это догадывает ему, что вы признаете себя более слабой, и, ну, и, в общем-то, уступка мужчины воспринимается в данном случае достаточно хорошо. А это на пользу его самоуверенности по отношению к вам. Вот вообще-то говоря, давайте зададим себе такой вопрос. Этот вопрос важный, и он касается вообще всего этого письма, навесное в целом. Насколько мужчина считает, что он для вас самый лучший? Насколько мужчина считает, что он именно тот человек, который вам нужен, насколько он считает себя идеальным для вас? Есть ли у него сомнения в том, что он недостоин вас? Если такие сомнения есть, то вот именно в этом контексте нужно воспринимать все его действия? Поверьте, если вы посмотрите на эту ситуацию со стороны со стороны, то, точнее, не со стороны, а с этой точки зрения, то многое вам покажется более понятным, что ли, более родным, более ясным. Следующий момент. Как отразится на мне управляющая деятельность, должность которой я, естественно, исполняю, учитывая, что прошла очень большой путь по восстановлению женщины, я очень не хочу портить то, что пока еще очень хрупко. В принципе, я вам уже на этот вопрос как-нибудь пробоксально отвечал в начале видео. Вы знаете, я, честно скажу, не читал вопросов до начала записи специально, чтобы, ну, как бы, мне кажется, так правильнее. Вот. Я прочитал текст несколько раз, а вопрос я оставил на потом. И вот сейчас, получается, на этот вопрос я вам ответил. Я отвечал на него, когда говорил о том, что вы собираетесь заниматься твоей деятельностью дальше, вы собираетесь работать на него, вы собираетесь руководить людьми, а это требует жесткости, это требует, как раз таки, ответственности, это требует уверенности в себе, целеустремленности, напористости. И главное, что вам это позволит ощущать себя достойным человеком, вам это позволит ощущать себя открывающимся человеком. И если мужчина не будет вам этого давать, если вы будете считывать, что муж как-то вас принуждает и недооценивает, то вам это будет просто-напросто ощущаться более болезненно, что ли. Ну, и сказать на концов, знаете, как отродиться на вас управляющая должность, я еще могу сказать так. У вас есть два последних пути развития того, что есть, что имеется на данный момент. Два пути развития. Какие? Первый путь. Если вы, ну, занимая управляющая должность, будете вести себя так же и дома. То есть во всех моментах, которые там лежат на вас, вы будете так же нести ответственность. И вообще, мужчине своему достаточно строго, как бы уверенно говорить, какие вещи вам не нравятся, что вас не устраивает и так далее. То есть те качества, которые позволили вам занимать управляющую должность, они, но это не все качества, они находят продолжение в том, что вы говорили, в том, что вы, значит, делали, в том, как вы поступали. А именно, жесткость, напористость и так далее, все это как раз таки будет органично появляться в вашем личном взаимодействии с, ну, с мужем. А вы можете еще сделать иначе, и другой выход из ситуации, и другой вариант развития событий. Вы можете свою адаптивность, свою подстраиваемость, свою гибкость в общении, как неотъемлемый частый, неотъемлемый атрибут деятельности, применять для того, чтобы грамотно общаться с вашим мужем. Где-то ему уступить, где-то по мудрости показать ему, что он прав, а сами осады при своем мнении, позволяя большому ребенку, кем он и является, действует так, как он считает нужным, не особо при этом борясь за признание своей правоты. То есть вы, в зависимости от того, какие качества своей личности, позволившей вам донимать управляющую должность, возьмете на вооружение по отношению к мужу, вот в зависимости от этого и будет отражение на вас. Если одни качества, то одно отражение, если другие качества, то другое отражение. Потому что, например, нельзя управлять людьми, нельзя управлять к вашей кем-либо, если не иметь напорности, если не иметь уверенности в себе, да, и так далее. Но и нельзя управлять, если не иметь гибкости, если не уметь подстраиваться, не уметь адаптироваться, не уметь приспосабливаться. И вот в зависимости от того, какие качества, какие черты вы возьмете, так и будет. Но если для одних людей приспосабливаемость, адаптируемость, ассимиляция – это слабость, для вас это будет скорее силой. Потому что у вас это как продолжение профессиональных навыков. И если другие люди по-другому не могут, то вы как раз по-другому можете. К этим вы отличаетесь от других людей, которые используют подобный стиль поведения. Почему игре сбегает от сплоферок и от общения с вами? Он не хочет пытаться с вами соперничество, так как соперничество – это так, как боится проиграть. Боится усиливать себя в негативном свете, боится, что на его фоне вы будете наблюдаться гораздо лучше. Он не хочет противопоставлять себя вам, потому что понимает, что скорее всего проиграет вам. И сотрудники будут меньше его уважать, меньше его ценить и меньше любить. Поэтому ему проще вот так вот не вступать с вами в прямое профессиональное взаимодействие на людях, на глазах у других людей. Следующий момент. Как вам можно разделить? Как провести нужную черту? Ну, в принципе, ответ на этот вопрос вам я уже дам. Он заключается в том, что вы, конечно, не можете взять и просто уйти, все бросить, потому что вам это нравится. Конечно, в конце концов вас это устраивает, в конце концов и так далее, но, но, что вы можете сделать? Опять-таки, мне не совсем ясно то, что касается дохода. Да, вы писали, что деньги вас не волнуют, но тем не менее. Вы можете находиться совершенно спокойно в учредителе организации, в которой вы сейчас работаете вместе с мужем, но при этом там не работаете. И таким образом вы говорите мужу о том, что, братский дорогой, но если я там не работаю, это не значит, что ты не делаешь это ради нас с собой. Может быть, я там учредитель, и моя доля капитала там находится, и даже если я не работаю, ты оперируешься моим капиталом тоже. То есть ты делаешь это ради нас. То есть твоя изначальная цель, примем эту цель за, ну, для правды, за аксиомы пока, что за константу, твоя основная цель, она не уходит, она не исчезает. Это первый возможный вариант, который вы можете выбрать. То есть вы можете уйти с должности, если есть, конечно, замена, если вы этого хотите. И тем самым оставить мужа одного и заниматься всем в организации, а вам самой задаться третьим направлением, которое вас привлекает, защита от потребителей. Мужчина вам там помогать не собирается, более того, мужчине это не нравится, и как бы вы никак не будете пересекать его интересы в этом направлении. Ну, кроме разу, что, может быть, ресурсы компании будут иногда использоваться как учредитель, вы имеете на это полное право. Второй вариант. Это вариант, о котором я вам уже писал. То есть вы просто берете для себя все те дела, которые необязательно подтверждать у вашего мужа, и делаете сами, будучи исполнительным директором директором. И если мужчине не нравится, что какие-то вопросы решают и без него, если эти вопросы для него действительно важны, он просто будет их брать и более оперативно решать. Ага, и об этом мы говорили. На его претензии вы просто скажете, хорошо, хорошо, прости, я поняла, не хотел тебя отвлекать от твоих дел, вот, пожалуйста, или сразу, ага, пришлю тебе, но помни, пожалуйста, о сроках. И если мужчина вновь будет тормозить, вы опять без него это сделаете. И вновь и вновь у вас зеледный аргумент. Думалось, что у тебя дела слишком питания, не хотелось тебя отвлекать, понимая, сколько на тебя всего швалилось и так далее. Так вы не будете постоянно с ним пересекаться, так вы не будете постоянно, как бы, с ним конфликтовать. Вот, я думаю, именно так можно вам и решить ваши проблемы. Поскольку есть еще и планерки, то с планерками вопрос такой, понимаете, вы можете на планерку сами не приходить, если вы считаете, что мужчина, ну, как-то чувствует себя неуютно с вами. Да, просто сказать, знаешь, Игорь, я не хочу больше к планерке, приходить, мне это не нравится, давай, лучше ты их проводи, а у меня другие дела появились. И придумать себе просто дела, чтобы Игорь проводил к планерке. Если вы, как вы пишете, что Игорь не любит такие моменты, тогда пусть Игорь и не приходит на них вообще, а вы просто занимаетесь своим делом, не обращая внимания на Игоре. Ну, ушел и ушел. А все, что нужно, все документы, которые нужны ему, кстати, вот, по поводу планерок, еще такой момент, я не очень, вот, понял, вот вы пишете, ежедневная планерка. В силу того, что мой муж не может сидеть на них, и вот отражает то, как я общаюсь, провожу и так далее, он вечно убегает по отроченным, неожиданным делам. И дальше, ни один человек на предприятии не может себе ни ответить на письмо, ни дать подтверждение задачам руководства, кроме Игоря. В связи с тем, что управление занимается я, сотрудники по факту в моем подчинении, а по юридическому подчинению Игоря тоже. Но есть циклы, которые, наверное, подходят мне, ввиду того, что я управляюсь, он этого не делает, либо тормозит. В общем, смотрите, какая получается ситуация, момент на самом деле сложный, я не очень добираюсь в управлении персоналом, как это все работает. Вы уж простите меня, пожалуйста, за это. Но хочу сказать вам следующее. Всегда определяется не юридический факт, а фактический факт. Если Игорь не нравится, как вы фактически управляете, вот и направляется. А вам нужно просто сказать своим сотрудникам, что если вы дали какое-то поручение сотруднику, а Игорь его перемачил, то сказать, чтобы стабильно этот сотрудник совершенно спокойно слушал Игоря. То есть, что вы не обидитесь, ничего там такого с вами не будет, все нормально, все в порядке, просто вы это делаете потому, что у Игоря много дел, и вы не хотите его отвлекать. А если Игорь действительно на что-то обратил внимание, то он имеет полное право отдаваться распоряжению. Вот и все. И именно так вам, главное, нужно поступать. Это жилетный аргумент для самого Игоря, причем аргумент, который ему льстит. И это аргумент для сотрудников. У них не будет противоречия, они будут знать, что вы отдаете какие-то распоряжения, потому что у Игоря дела. А если Игорь сам отдает какое-то распоряжение им, то они просто выполняют его распоряжение, значит, что вы не обидитесь. И вы просто-напросто с пониманием к этому относитесь. И все. И на мой взгляд, на мой взгляд, все абсолютно довольны. Вот примерно так мне видится то, что... То, как вам можно вести себя в этой ситуации, чтобы не конфликтово. И чтобы при этом Игорь чувствовал, что вы осознаете его значение, его занятость, не принижаете его, не выступаете как человек, который соперничает с ним, пытается подмять под себя все, что он делает, ну, и так далее, и тому подобное. И теперь, когда вы прислали мне дополнение последнее, я работал. Я отвечал вам на ваш вопрос, вот. И, собственно говоря, дополнение, которое вы прислали, сейчас я его прочту. Вы поняли, почему вы так сильно любите садиться и бороться на справедливость? Наверное, потому что в детстве меня многого лишили, опобрали, украли. Если можете прокомментировать этот момент, по-моему, то я для нас считаюсь. И то, что пишу имеет смысл, значит, это обличено на успех, именно поэтому я выиграл за громкое дело. Вы знаете, это совершенно так. Люди никогда просто так справедливости не стремятся. А чтобы идти к какой-то цели, чтобы стремиться достичь чего-то, нужно сперва это научиться стремить. То есть нужно ценить то, что мы делаем. А то, что мы делаем, нельзя ценить, если мы это не потеряем. То есть пока человек, что не потеряет, он не научит, не умеет это ценить. Как только человек теряет, он начинает это ценить. И получив это себе, человек, естественно, не хочет, чтобы на его месте оказывались другие люди, если у него это достаточно, если нет дефицита. У вас этого дефицита нет, вы цените то, на что вы боролись, потому что вы знаете, какого это, этого не иметь. И поэтому у вас действительно будет большой успех, в этом я более чем уверен. То есть действительно так. У вас все это лишили того, за что вы сейчас собираетесь бороться. Вы это потеряли. Но вы это начали ценить. И за счет того, что вы цените, вы сперва достигли этого для себя. А потом желаете помочь, собственно говоря, добиться этого же другим людям. То есть все по факту так, как есть, все по факту нормально, и все совершенно естественно, действительно имеет смысл то, что вы спешите. Я вам больше скажу, уверен, что все люди, которые хотят помочь другим, сами когда-то нуждались в помощи, либо получили эту помощь от других, и теперь хотят сами помогать, либо помощи не получили, помогли себе сами, а другим людям хотят помочь, чтобы они никогда не оказались в том положении, в котором оказались эти люди. Так что не умея ценить того, за что мы боремся, мы и успеха в этом не достигнем. На этом все, Ирина, вроде бы все я разобрал. Если какие-то неточности, какие-то вопросы остались, пишите. Если я где-то ошибся, всем попрошу меня простить заранее. Надеюсь, помог вам. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok